зайцы пушистые всем добрый день я для своего youtube канала придумала вот такую рубрику очень надеюсь она вам откликнется ну или если там что-то считаете нужным в ней подкорректировать делить в комментариях буду рада там каким-то образом внести изменения на будущее учесть рубрику я эту назвала суди других или в общем-то да не суди других тут две стороны одной медали по какому принципу я выбираю в нее сюжеты а у меня на канале ну как вы видели саша много видео и я продолжу их снимать у меня видео основном такие там носящие некий рекомендательный характер то есть там есть у нас такая ситуация вот так себя вести есть такая ситуация вот такие правила то есть таких у нас много много на канале разных видео есть что почерпнуть но именно вот в эту рубрику я выбираю знаете сюжеты которые больше связаны с неким моральным выбором человека то есть не вот он нас сидел в неврозе ему настолько плохо было и он там сделали не сделала это принял или не принял такое лечение а именно это была позиция человек он осознавал свои риски он осознавал свою ответственность но он руководствовался определенными приоритетами у него были свои мотивы и вот этот человек поступил темы и или иным образом у меня не будет тут каких-то очень длинных видео потому что все таки вот эти вот сюжеты которые я выношу здесь на обсуждение такие скажем так зарисовки из жизни пока я себе наметила какие темы я возьму все это истории моих знакомых людей с которыми я на определенном этапе своей жизни взаимодействовал то есть пока я взяла историк коллег я как вы знаете там ну не знаете достаточно долго проработала в коммерческих организациях у меня тьма тьмуща была очень разных коллег знакомых партнеров то есть с разных сторон удалось увидеть жизни проблему отношений то есть пока вот есть подборочка уже таких историй которые очень хочется вынести на обсуждение во что это выльется дальше посмотрим возможно вы захотите поделиться какими-то своими интересными историями возможно там еще будем каким-то каналом эти истории привлекать я сюда не беру естественно не выношу истории моих клиентов я из как вы там уже обратили внимание по моим видео по моим статьям как-то так очень аккуратненько и обобщенно вот эти вещи привожу естественно не переходя на личности и там естественно по понятным причинам это этика психолога да и в принципе мало как он человеку это приятно этой истории коллег моих вы их не знаете моих знакомых естественно все без указаний имен и пароль и явок но ситуация остается неизбежный неизменный в общем то то что уже произошло сегодняшняя моя история история о некоем таком выборе я на своем она на одном из своих дзен каналов описывал уже эту историю достаточно подробно давно описывал больше года назад и у меня по ней было очень много комментариев там прям дискуссия разгорелась мне вот интересно послушать ваше мнение что вы думаете по этому поводу я конечно же здесь говорю не только как беспристрастный психолог но я здесь все равно необъективно потому что это мой знакомый человек у меня там свой зуб на этого человека и но это женщина про кого буду рассказывать мне там много в ней в ее личности неприятной работе у нас там ну мы не вот мы не конкурировали все-таки за разные зоны отвечали но тем не менее были какие-то нас такие спорные ситуации когда скажем так факт того что она была моей коллегой мне очень сильно мешало и тяжело с ней было работа такая не ответственная там постоянно опаздывала сложный очень персонаж такой вот и в общем то вот в чем заключается история которая вам хочу рассказать давайте там имя конечно же с вами изменим давайте буду назвать клавдия эту даму вот история про клавдию клавдия вполне успешная молодая женщина в районе 40 лет она была замужем достаточно долго за человеком там более 10 лет их браку было по моему лет 15 этому браку было у них детей общих не было вот там причины были насколько я помню там состоянию здоровья оба они всегда неплохо зарабатывали как-то рано очень начали двигаться в карьере он и она то есть были они на таких нам ну не может не на самых высших но на руководящих позициях на позициях там линейных руководителей жили-жили они вместе путешествуют и действительно со стороны можно было вот глядя на их отношения вот прямо как-то вот по белому позавидовать а в день по нескольку раз созванивались были у них общие интересы а какие-то поездки отпуска все вместе дом вместе строили общие друзья у них были ну то есть прям вот хороший очень крепкая пара рамну скажем так до достойное очень общение такие они трогательные милые были условно там праздник какой-нибудь а у них например у обоих одинаковые луки в стиле этого праздника или там он и она там одинаковый декор на машине себе заказали ну то есть прям такие вот практически попугаи неразлучники хорошо они жили и у нее у него были некоторые проблемы со здоровьем но она очень такая нервная экспрессивно сложный очень типаж там истероидность намешана с паранояльностью очень тяжелая дама она в своей психосоматике просто завалилась у него постоянно что-то происходило какие-то простуды какие-то переломы но это вот там особенности ее характера вот это вот катя такая разрушающая силу но при этом она была дико амбициозная таки общаясь с ней я наверно могу сказать что она все таки там наверно был нарциссизм она не психопатка но очень такая нарциссичная дама и там она хотела еще больше зарабатывать у нее были определенный план ну ладно жили и жили и вдруг резко буквально в течение мы кстати ему уже знали она как-то его приглашал на работу на общий праздники в течение там одного месяца вдруг она там реже стал появляться на работе отпрашивалась и сама там нам сообщила что у меня муж очень плохо себя чувствует он лежит болеть ей больницы я езжу к нему ну там как могли коммуницировали там по телефону там каким совместным проектом вот и к сожалению как-то очень быстро все сошло на нет у нее муж он буквально вот загнулась там за две-три недели умер его не спасли там было какое-то хроническое заболевание плюс обострение что-то связано в общем со сферой жкт и заражение там пошло сразу в кровь ну там право делали все что могли но не но не получилось он умер ну то есть мы на похороны сходили поддержали еще раз говорю мы живу увидели мужа мы с ним общались тут как бы особенно тебе тяжело когда ну ты знаешь человека и впечатление о нем только светлые только приятные она как-то вот первое время грунт естественно грустная была там в религии ударилась но очень быстро пришла в себя там какие-то буквально 10 дней вот 9 дней похорон исправили и она потом там отпуск брала а потом когда вот у него 40 дней она отметила она поехала с подружкой отдыхать путешествовать то есть сменить обстановку а вот сменила обстановку и еще наверное вот как она вернулась из отпуска недели две буквально прошло и она вдруг нам всем объявляет новость я выхожу замуж я вас всех это того приглашаю на какой-то что-то типа фуршет на свадьбу она там не звала не настолько у нас там в коллектив были там отношения ну как бы у нее там свой круг общения достаточно большой но я вас тогда тогда приглашаю на торжество вот который именно с коллегами хочу по случаю своей свадьбы отпраздновать то есть мы конечно так подофигели немножко вот и действительно то есть получается условно от момент как ее муж умер до ее свадьбы прошло где-то 22 может быть наверно два месяца даже вот если не меньше представляете то есть как казалось она вышла замуж за друга своего мужа он жил в другом городе но как бы она ему всегда была симпатична там какой-то у них как я пневка с флирта был сложно сказать что было ну там может быть что-то еще все-таки было как один мой даже коллега такой мужчина опытный такой погуливающий явно он такой сразу сказал ну понятно замуж вышла знаешь что было за кого типа выходить я сразу вердикт свой вынес я тип не верю что она вот так вот там ну сорокалетние трезво мыслящие очень рациональная женщина вот так вот прям вот любила влюбилась до крыши до крыши сноса и вышел замуж что действительно она выходит замуж берет фамилию мужа съезжаются все у них прекрасно то есть уже там прошло много времени но она перестала работать наша организация я потом тоже ушла то есть как-то у меня с ней пути не пересекаются но насколько я знаю все у нее и и дальше с этим человеком неплохо вот просто вот в целом как вам ситуация то знаете как давайте мы с вами эту рубрику построим будем говорить условно рациональные доводы эмоциональные доводы в пользу некой морали ну рациональные доводы понятно то есть она такой человек ей нужен рядом другой человек ресурс другого чек она не может быть одна то есть она не одиночка по жизни нужен партнер рядом плюс страх остаться одной она привыкла жить в отношениях плюс наверняка подвернулась эта возможность плюс она но она не красотка у неё там определенные сложности внешностью были как бы и так далее то есть она действительно боялась что может быть там ну не найдет себе кого-то то есть и как бы условно чем оставаться одной а почему бы и крепкое мужское плечо в общем-то и не было бы рядом если она сама предложила это крепкое мужское плечо но доводы скажем так противоположные с точки зрения некой морали но ты с человеком прожила 15 лет и как ты всех уверял это с ним реально счастлива была эти 15 лет это был твой самый близкий человек у него там у него родители помню достаточно давно умерли у него кроме мужа то и не был никого то есть вы с ним еще буквально ну получается если мы отмотаем назад до периода его вот этого болезни но фактически скоропостижной смерти буквально три месяца назад по с ним там куда-то ездили вместе в путешествие у вас там был какой-то совместный быт вообще как говорится ничего не предвещал да у него был там какое-то заболевание но она была они в той стадии когда условно ждали что там умрет нет были определенные сложности со сферой жкт но не более того там просто так получилось что сошелся комплекс факторов и вот ну к сожалению так плохо ему стало уже этом не смогли спасти то есть буквально три месяца назад у тебя все это произошло но ты быстренько переключилась и ты посчитала нужным скажем так выстраивать свою жизнь другим образом и связал свою жизнь другим человеком взяла фамилию этого человека то есть но все равно некие вот моральные обязательства перед мужчиной остаются я когда вот что ну конечно опять же говорят мораль это вещь такая это ее ни к чему не пришьешь ее нет ни в каком кодексе там не в уголовном они в трудовом это вопросы именно этики я в том числе для предпринимателя веду курс этики психологической психологической этики взаимодействия с персоналом там с партнерами мы тоже такие сложные кейсы разбираем на вот этих вот занятий вам интересно будет давать тоже может что-то из этого с вами разберем там из разряда когда вот гипотетически есть серьезный риск для жизни персонала но вроде как формально ты все правильно делаешь но вот будешь ли ты прав не прав или вот это твой коллега который тебя поддержал но ты вынужден на него настучать вот будешь ты не будешь стучать если есть риск что тебя уволят или оштрафуют и понимаете и вот эта ситуация с ее вот этим замужем она такая же формально прав не к чему прицепиться свободная женщина вдова юридически она свободная без каких-либо там дополнительных обязательств решила связать свою жизнь с другим человеком вроде как эмоция там какая-то может душу к ней не залезем мы не знаем там что это было но там она просто от одиночества на этот шаг пошла или действительно там на самом деле некий фоновый роман может быть годами развивался который она не очень хотела афишировать то есть решение принято и буквально там спустя уже так какие-то два-три месяца она жена на другом человеком и когда-то я комментарий читала в статье знаете как люди на два лагеря разделились причем большей части женщины они все-таки на ее стороне типа ну не быть же одной ну и правильно и так далее от мужчин я больше осуждение вижу типа вот и люби вас вот и вкладываясь то есть многие мужчины априори с ним с ее покойным супругом идентифицировались и как бы некую вот это вот мораль несли что ну а как же там переключиться прийти в себя были люди которые делились например историями потом то что в том числе и женщины делились что условно да я годами прийти не могу и настолько для меня был дорогой близкий человек и смотреть ни на кого не могу и мы же давали обещание там я большую работу на собой веду чтобы хотя бы просто дружить общаться с кем-то начать а вы тут такое говорить что буквально через пару месяцев после смерти там официальный брак у них там продолжение строительства дома там что машину они сменили то есть у людей жизнь полным ходом то есть у людей прям вот реально брак реально семья про личность вот этой вот дамы я давайте дополнить все-таки достаточно долго с ней проработать это чеком мега рациональный она у нее есть эмоции но эмоции очень она так избирательно транслирует на тех скажем так кого она безболезненно для себя может там ковырнуть как-то задеть при руководстве она терпит очень такая вспыльчивая экспрессивная такая вот холеричный опять говорю стероидная такая вот дама там любит сочетать не сочетаемые вот есть не вот этот протест какой-то но при этом она дико рациональная на свое образование какое-то есть и прочее то я думаю моя так субъективно ее оценка коллеги это был действительно расчет скорее всего у нее с этим мужчины который стал ее мужем ну там был какой-то флир может она его на всякий случай придерживал может быть он был ну как бы так отдушенный какой-то и я не думаю что там был прям вот роман но все-таки она я думаю побоялась бы просто при живом уже но она его как бы почву себе заранее готовила и поскольку все это произошло и вот на вот этих вот дрожжах собственно во время сыграла слабую девочку которую этому мужчине захотелось поддержать и прочее и он вот таким вот образом в общем-то и выглядело вот это все он ждал она его как-то умело подогревал то есть я думаю это больше расчетливые действия были а с ее стороны конечно мы как мы с вами можем осуждать или не осуждать человека который принял в целом рациональное решение но с точки зрения вот наверное если там муж ее комментировал бы эту ситуацию если бы там была такая возможность то конечно бы но он наверное был бы немножко в шоке потому что там у людей были прямо вот друг перед другом обязательства что мы с тобой там деревне там на лавочке в старости сядем да у нас все общее и вот так очень мне хочется послушать ваше мнение то есть вы ну как бы вот в похожей ситуации поступили бы так как она то есть чтобы вы выбрали более длительные восстановление как бы не спеша прийти в себя и да по новой начать строить отношения или чтобы вы выбрали не отказываться от возможности в принципе так ну согласиться на ухаживание некого перспективного мужчины и а там ну как бы почему бы и нет делитесь вашими мнениями и если у вас какие такие истории но условный некий спорный моральный выбор вот что то такое чтобы вы хотели чтобы я обсудила на своем канале очень жду ваших историй жду ваших мнений судить или не судить то есть по сути мы с вами тут сплетничаем тут как такового некого психологического просвещения не так много но мы должны с вами видеть все многообразие этой жизни мы должны понимать все таки насколько по-разному складываются сценарии у людей и насколько разными мотивами люди руководствуются в своей жизни так что делитесь мнениями друзья мои если нужны вам будут мои услуги как психолога пожалуйста записывайтесь ко мне на онлайн консультацию мои контакты внизу под видео всем пока всем до скорых волнующих встреч